Мой муж часто работает в ночь дежурным врачом, и я практически его не вижу, так как работаю днем. Мы очень любим друг друга, несмотря ни на что, хотя часто бывает так, что мы даже выходные не можем провести вместе. Вот и в этот вечер нам не удалось побыть вдвоем. Я, как обычно, расслабленно сидела на диване, ела чипсы и смотрела телевизор, как вдруг раздался звонок в дверь. Я взглянула на часы, полвторого ночи. Кто может прийти так поздно? Я подошла к двери и на всякий случай посмотрела в глазок. За дверью никого. Кто там? Спросила я, одновременно смотря в глазок. В ответ тишина, на лестничной площадке по-прежнему никого не было. Наверное, кто-то балуется. Подумала я, повернулась и хотела было уходить, как вдруг опять раздался звонок. Да кто там? Снова спросила я, уже со злостью в голосе. Это я! Ответил за дверью звонкий голос. Кто я? Я посмотрела в глазок и снова никого не увидела. Василиса, одноклассница твоя, кто же еще? По голосу уже не узнаешь, подруга. Совсем меня позабыла. Совершенно ничего не понимая, я открыла дверь и сразу же задохнулась от тошнотворного запаха. За дверью стояла моя бывшая одноклассница и широко улыбалась. Я закрыла лицо футболкой, так как запах от открытой двери шел невыносимый. Постишь к себе? Спросила меня Василиса, все еще улыбаясь. Она была одета в очень красивое длинное платье, на голове шляпа, что было очень странно, ведь она всегда одевалась по спорту. Но еще страннее было то, что она сама лично явилась ко мне домой. Конечно, проходи, ответила я. Какими судьбами? Почему не позвонила? Да не получалось никак, ответила она и перешагнула порог. Хоть бы предупредила, сказала я. Проходи в зал, я тут чипсы ем, угощайся. И дверь закрой, а то тут такое чувство, что в подъезде кто-то сдох. Я пристально посмотрела на нее и почему-то по моему телу пробежали мурашки. Мы не виделись с ней лет пять и она очень изменилась с тех пор. Лицо бледное, глаза впалые, как будто не спала неделю, да еще и темно-коричневые синяки под глазами. К чему такой наряд? Спросила я, ощущая странное беспокойство. Василиса посмотрела на меня пустым взглядом и ничего не ответила. Я прошла в зал, через какое-то время пришла Василиса. Смотря на нее, ощущение беспокойства нарастало. Как твои дела? Почему ты пришла так поздно ночью? Что-то случилось? Слова лились из меня потоком, потому что я начинала нервничать. Моя подруга никогда не навещала меня лично. В последние годы мы вообще перестали даже созваниваться. Все в порядке, ответила она, не поворачивая головы. Я ждала, что моя бывшая одноклассница продолжит говорить, но она молчала. От девчонки, которая когда-то своими шутками могла рассмешить весь класс, не осталось и следа. «Может, чай?» – спросила я ее. «Я сейчас за кружками сбегаю». Василиса не ответила и продолжила сидеть. Я быстро побежала на кухню. Что-то здесь было не так. Во всем этом. В ее необычном молчании, в запахе, который от нее исходил, во взгляде. Да и вообще, какая подруга является ни с того, ни с сего посреди ночи, после пятилетней разлуки? Я дрожащими руками взяла кружку. Зазвонил домашний телефон. Я невольно вздрогнула. «Наверное, это Максим», – подумала я и пошла в коридор. Это действительно был Максим, мой муж, и голос у него был уставший. «Как ты там, любимая?» «Как обычно смотришь сериалы?» – ласково спросил он. «Да, знаешь, тут…» – начала было я, но Максим не дал мне договорить. «Где твой мобильный?» – спросил он меня. «Не знаю, на диване, наверное. А что?» «У меня плохие новости, милая. Мне звонил муж Василисы. Ну та, помнишь? Училась с тобой в одном классе. Вы еще дружили раньше. Он и тебе звонил, но ты недоступна». «А что такое?» – только и сказала я, горло подкатывал огромный комок. «Ну так вот, она умерла. Завтра будут похороны. Нужно билеты покупать. Все-таки Сургут – это не Подмосковье. Ты сможешь купить?» Дальше я совершенно перестала понимать, что говорит мне муж. «Но она сейчас сидит у нас в зале, на диване». Выпалила я, ноги подкашивались, и я почувствовала головокружение. «Тишина в трубке. Кто сидит?» «Василиса?» – выдавила я. «Она недавно пришла». «Дорогая, прекрати, это совершенно не смешно. Как можно шутить такими вещами? Вы же дружили?» Недовольным голосом проговорил Максим. «С чего мне шутить, Максим? Вон она сидит на диване. Дать ей трубку?» – спросила я, чувствуя, что скоро сойду с ума. «Любимая, прекрати меня пугать. Василиса погибла, дорогая». «Ее муж позвонил мне недавно, просил тебе сообщить, так как он не смог до тебя дозвониться. Похороны завтра будут. Говорю же». «Максим», – сказала я, опираясь о стену рукой, так как стоять было невыносимо. «Она сидит у нас в зале, на диване. Она жива». «Ладно, дай ей трубку, раз она там». Спокойно попросил Максим. «Ты же можешь это сделать?» «Хорошо», – ответила я, хотя сердце сковало ледяным страхом. Почему-то не хотелось идти в зал, где сидит она. «Но ведь она жива». «Хотя запах, а еще ее не было видно в глазок». Наконец, логика победила. Мертвецы не ходят и не разговаривают. Здесь наверняка есть какая-то ошибка. Я вошла в зал. Василиса сидела в той же позе и, не двигаясь, смотрела на экран телевизора. «Эээээ, Василис, сможешь поздороваться с моим мужем? Я сказала, что ты зашла в гости. Поздороваешься?» «Конечно», – неожиданно бодрым голосом ответила моя подруга и, улыбнувшись, повернулась ко мне. Увидев эту знакомую мне Василисину улыбку, я вздохнула с облегчением и дала ему трубку. «Привет, я Василиса, подруга Даши», – бодрым голосом начала Василиса. Максим, видимо, что-то отвечал. Василиса просто держала трубку у уха и улыбалась. Тут я заметила кое-что. «По волосам и шеи моей подруги медленно ползла струйка алой крови». «Так и есть, и твоя жена составит мне компанию», – ответила она на какой-то вопрос Максима. «Хорошо, я передам ей трубку». Она передала мне телефон, я взяла его, не спуская глаз с алой полоски на ее шее. «Даша, уходи оттуда», – закричал Максим не своим голосом. «Я не знаю, кто это, но это не Василиса». «О, Господи, умоляю тебя, уходи, я сейчас позвоню в полицию». Мое сердце ушло в пятки, я не могла произнести ни слова. Максим продолжал кричать что-то в трубку, но я уже не слушала его. По шее моей подруги потекла другая струя крови, шире и темнее, чем первая. «Что с тобой?» – спросила у меня Василиса, совершенно не замечая, что с ее головы стекает кровь. «Василиса, у тебя кровь там, на шее», – прошептала я. «Правда?» – спросила она, удивленно, и потрогала шею. Кровь размазалась по ее ладони, меня затошнило. «Тебе нужно в ванную», – сообщила я ей. Казалось, я вылетела из своего тела и говорила как бы со стороны, настолько я была напугана. «Хорошо», – сказала она и встала с дивана, сняв шляпу. Я посмотрела на ее голову и застыла от ужаса. Верхушка головы вместе с частью мозга отсутствовала. На этом месте было лишь кроваво-черное месиво. Василиса прошла мимо меня, заледеневшая от ужаса, и через минуту я услышала, как в ванной зажурчала вода. Через мгновение в моих глазах стало темнеть, и я почувствовала, как отключаюсь от реальности. Очнулась я от сильного удара по щекам. «Очнись!» – это был Максим, он сидел на коленях передо мной. Я резко вскочила. «Где она?» – спросила я у мужа. «Здесь никого не было, полиция сейчас допрашивает соседей», – ответил он, поглаживая меня по щеке. «Она была здесь!» – сказала я. «У нее не было половины головы, Максим! Половина головы!» Максим страшно побледнел и обнял меня. Я заплакала. «Это хорошо, что ты упала в обморок», – проговорил он, обнимая меня. «Слава богу, что это произошло! Если бы ты не отключилась, она бы забрала тебя с собой». «Знаешь, что она мне ответила, когда я сказал ей, что ее муж сообщил мне о ее смерти?» «Сказала, что так и есть, и что ты составишь ей компанию». И я промолчала. «Уравновешенная, смелая, всегда уверенная в себе, логичная. Это больше не про меня». Полиция в тот день опросила всех соседей, никто никого не видел, больше они ничего сделать не могли, да и не хотели. На самом деле, они вообще сомневались в том, что кто-то приходил, и смотрели на меня, как на сумасшедшую, когда я в который раз рассказывала им все подробности. Когда я перешла к части, где у моей бывшей одноклассницы под шляпой был виден мозг, они переглянулись, извинились и ушли. Максим был в шоке и тоже не мог ничего сказать. «Сейчас у меня руки дрожат так, что я не могу ничего делать». За эти два дня я чуть не посидела от ужаса. Не знаю, как жить дальше. Меня все время мучает только один вопрос – почему именно я?» Продолжение следует...